Дорогие друзья, приветствую вас во имя Иисуса Христа. Пусть вас Бог благословит, где бы вы ни находились, на отдыхе, в какой стране ни находились. Пусть вас Бог благословит, коснется вас. И знаете, может быть, вы знаете меня, вы мои бывшие друзья, старые или знакомые. И мы, может быть, с вами учились и работали. И это специально сделана трансляция, специально, чтобы до вас дошло это слово. И вы знаете, что я верю в Иисуса Христа, я верю в жизнь после смерти, что когда мы все умрем и пристанем пред Бога, и хорошо, если мы пристанем пред Бога и будем с Богом в вечности. Это мое желание, поэтому это транслируется общественно, чтобы достигались души. Мое желание, чтобы вы попали на небеса, это Иисус поделился со мною, Он сделал в моей жизни перемены, Он спас меня, поэтому я свидетельствую о Нем везде. Я хочу, чтобы вы пришли на небеса и провели вечность на небесах. Аминь. Итак, тема проповеди будет называться «Как ты живешь?». То, как мы живем, показывает, что для нас является ценным, к чему мы стремимся и к чему прилеплено наше сердце. Там, где сокровище, там будет и сердце наше. И вот по сокровищу, по ценностям, по приоритетам можно человеку определить, где он будет находиться в будущем. Вот представьте себе, что, например, рождается девочка. У нее уже есть задатки. Она не знает своего будущего, но взрослые знают, что не зря она сейчас играется в куклы, не зря она там завтрак готовит из песочка, понимаете. Она готовится, ее будущее уже ясно, уже четко прописано в ее коде. Это будущая мама. Она сама может этого не знать, но так, как она живет, ее тело, ее все физиология, ее душа, все формируется, чтобы стать мамой. Она подготавливается. Иногда я вижу, что, например, маленькие девочки или девушки, они, например, не особо, знаете, задумываются. Вот я стану матерью. Они не задумываются об этом. У них просто это естественно идет. Они так живут, и ты понимаешь, со стороны ты понимаешь. Они этого не понимают. Ты со стороны понимаешь. О, это будущая мать. На мальчика смотришь. О, это будущий отец. Он добытчик, он заботливый, он будет охранять, он будет благословлять и так далее. То, как мы живем, так же можно охарактеризовать. И знаете, что многие люди живут так, что они не задумываются, что с ними произойдет в будущем. А надо бы. И эта проповедь, она к этому и направлена. Эта проповедь сегодня звучит более к тем, которые живут, не задумываясь, для чего живут. Те, которые живут, служат Богу, послушны Богу. Аллилуйя, пусть вас Бог благословит, можете расслабиться, можете тоже слушать. Но в основном эта проповедь звучит тем, которые живут неправильно. Неправильно жизнью. И знаете, как в Библии написано, что пастух, он оставляет стадо. 99 овец. И идет искать одну пропавшую. Почему? Потому что переживает сердце. У этих все хорошо, они в загоне. У них все нормально. У той овцы плохо все. Там все плохо. И он что делает? Идет, ищет. Вот сегодня это слово будет искать вас сегодня. Искать на тех путях, где вы есть. Пусть оно достигнет вас. И я буду очень сильно благодарен Богу, если это слово достигнет и поможет вам прозреть. Все иногда, все, что нам нужно в жизни, это просто прозреть. Просто, знаете, понять, что ты не на тот транспорт сел. Ты не туда едешь, куда бы ты хотел. Ты думаешь, что ты сел в правильный транспорт. Но этот транспорт везет тебя не туда, куда ты захочешь. Потому что, когда ты увидишь точку назначения, ты скажешь, не, я не туда хотел ехать. Многие, когда попадут в место, куда бы они не хотели, они скажут, я не хочу здесь быть. Это ошибка. Недорогой друг, это не ошибка, это твой выбор. Кто-то живет и готовится к небесам. Аллилуйя! Да видно сразу. Видно сразу. Человек говорит о небесах. Человек контролирует себя. Человек исполняет Слово Божие. Он живет, он хочет туда. Он делает все, знаете, для других. Он также пытается поделиться небесами с другими. Он пытается не в одиночку идти туда. Послушайте, какой смысл быть в одиночку счастливым? Это несчастье. Счастье – это когда не только ты один идешь, а ты ведешь за собой толпу. Может, эта толпа будет из нескольких человек, может быть, эта толпа будет из нескольких тысяч человек, но ты их ведешь. Куда? На небеса. Вот куда. Вот почему здесь стою и проповедую. Чтобы вот вы все, кто здесь и кто там, пришли на небеса. Это наша конечная точка. Земля – это временное место. Это надо понять. Это надо, чтобы открылось. Это можно всю жизнь слышать, что небеса, ой, земля – это временное место нашего обитания. Это можно всю жизнь слышать и так и не понять. Так и не измениться. Ну и что толку? Ты слышишь, да я слышал это уже, что небеса, ой, земля – это временное место. Да, но ты должен это теперь осознать, услышать. Ты должен что-то изменить в своей жизни. А что именно? Стиль своей жизни. У некоторых стиль жизни прямо ярко показывает. Да, ребята серьезно уверовали. Знаете, кто-то говорит, я хочу верить в Бога без фанатизма. А это как? Это Иисус как мог без фанатизма умереть на кресте? Вот Он бы сказал, я люблю вас. Ну и все, и сидел бы дальше на небесах. Нет. Он спустился с небес на землю, одел тело человека, в котором надо было ходить. Раньше Он перемещался и был везде, а теперь Он должен был ходить. Написано, что Иисус ходил по городам и селениям, проповедовал Евангелие Царствия, вселял всякую болезнь, всякую немощь в людях. Он был ограничен. Как без фанатизма? А как можно любить без фанатизма? Там определенная есть фанатичность. Когда ты вообще очень странно выглядишь, когда ты влюблен. Ты думаешь постоянно, у тебя сбои, ты все для этого человека готов сделать и так далее, быть с ним. Верить без фанатизма. Может фанатизм это неправильное слово, но нужно верить, если верить, то всем сердцем, всем умом, всем своим телом, полностью, все целое, это как Иисус говорил. Вот это и есть вера в Бога. А не когда ты кусочек Богу выделяешь. На тебе мои 10 процентов. Подожди, а 90? Это моя жизнь, туда не лезьте. Ну вот ты со своей жизнью и пропадешь. Никто к тебе не будет лезть. Послушайте, пока мы живем на земле, у нас мы знаем законы, мы знаем, что можно, что нельзя, мы знаем свои права. Когда мы умрем, у этого ничего не будет. У тебя не будет права пожаловаться кому-то, в книгу жалоб что-то написать, обратиться, позвонить куда-то. У тебя этого не будет. Ты все решил уже на земле. То, как ты жил, ты решил, где ты будешь. И отпевай, не отпевай, ничего не поможет. Итак, кто-то живет и готовится к небесам. И ты видишь, какой счастливый человек. Ты радуешься за него. Может быть, не все у него гладко в жизни, да. Но ты видишь, он готовится к небесам. Он готовится, он взрослеет, он побеждает, он преодолевает что-то в своей жизни. Он мудреет, зазреет, меняется. Это говорит о том, что человек готовится к небесам. Извини меня. Если мы к поездке готовимся, а уж тем более к небесам. Потому что там очень все серьезно. Кто-то живет и готовится к небесам. А кто-то живет и готовится к аду. Представьте, насколько это абсурдно. Это режет слух, я знаю. Это режет слух. Это настолько негуманно. Это настолько нечеловечно. Вы поверьте. Жить всю свою жизнь и готовится к аду. Вы просто представьте, какой это абсурд. Ну, это так. Это так. Как бы это ни звучало, это так. Давайте сейчас посмотрим, возьмем жизнь человека. Вот он родился. Вот он прожил свою жизнь. Она очень будет короткой. Жизнь человека выглядит всего лишь в виде черточки. Такая маленькая черточка. Я нигде не видел вот таких черточек на надгробных плитах. Я видел у всех маленькие черточки. Там большой человек, маленький человек, там черный или белый, или желтый. У всех такие черточки маленькие. Такая маленькая черточка. Вот тогда-то он родился, тогда умер. Вот его маленькая коротенькая жизнь. Вот он уже умер. Вот он попал в ад. И ты понимаешь, что это не ошибка. Что это не сбой в системе. Это просто его выбор. Поймите, что небеса и ад – это место, которое выбирают. Почему я здесь стою, надрываюсь? Почему я говорю туда в массу? На телевидении будут смотреть, на фейсбуке будут смотреть. Чтобы вы могли осознать это сейчас, а не потом. Сейчас мы будем читать из Библии про человека, который осознал, но было поздно. И несмотря на это, что было поздно, он заботился о людях, живущих на земле. То, как мы живем, определяет наше вечное будущее. Послушайте, я сейчас говорю к верующим, которых решили свое будущее. Они знают, что они на небесах. Они знают, что их небеса, имена их написаны в книге жизни у Агнца. Все нормально, они умрут и пойдут на небеса. Я к вам такую просьбу просто озвучу. Постарайтесь забрать с собой больше душ на небеса. Хватайте, кого можете. Зовите, кого можете. Иисус как говорил, что один господин сделал ужин. Шпир, угощение. И сказал рабам свои, идите, пригласите всех моих друзей. И когда они пошли, получили отказ. Они говорили, я не могу, я не хочу. Ня-ня, ня-ня, ня-ня. И вот эти слуги пришли к господину, говорят, знаешь, ня-ня, ня-ня, они сказали. Господин такой подумал. Странно. Так шикарно накрыл. Говорит, ладно, есть другой план. Идите теперь, самых недостойных людей ищите. Под заборами, под изгородью. Увечены, храмы их, больные их, нищие. И скажите им, что господин вас приглашает на ужин. И знаете, что там было сказано? Убедите их прийти сюда. Вот к вам, верующим, я сейчас говорю. Убедите. Когда надо, у вас есть сила убеждения. Вы отстаиваете свою правду. Вы также отстаиваете ее, что тебе нужно явиться на небеса. Тебе нужно туда прийти. Тебе не нужно идти в место мучения. А он спрашивает, а почему? А потому что Слово Божие говорит. Вот так, так и так. Убеждайте людей с помощью силы Святого Духа. Говорите им, пока это можно. А потом уже нельзя будет. Потом, когда человек уже умер, и что? Стоять о нем хорошее говорить. А для чего о нем хорошее говорить, если он мучается сейчас в огне? А, он такой человек был. Он такой человек был. А ты знаешь, где он находится? И что сейчас с ним? Как он в боли орет? Зачем твоя добрая вот эти слова сейчас нужны? Слова добрые нужны. Не на поминочках. Сейчас, пока он живой. Это к верующим. Слово к верующим. Вы спасены? Спасайте других. На Титанике один плыл пастор. Об этом не в фильмах, нигде не говорят. Это говорит история. И люди видели его. И свидетельствовали. Он бегал по кораблю, когда Титаник тонул, и спрашивал. Твоя душа спасена? Твоя душа спасена? Он бегал и спрашивал у людей. Твоя душа спасена? И когда уже Титаник стал под воду уходить, он спрыгнул, он выпрыгнул в море и там плавал. И даже тогда один очевидец, который уже был в холодной воде, там, по-моему, пять человек или сколько-то выжило из холодной воды. Все остальные были переохлаждены, умерли. Он помнит, он говорит, я видел этого человека, который отдал свой спасательный круг, ой, то есть свое место в шлюпке, и у него с ним плыла маленькая девочка. Он попрощался, поцеловал, посадил ее в лодку и отдал свое место в лодке другому человеку. Почему? Он спасен, у него все в порядке, он свою миссию закончил, он пробежал свой бег, и он знает, это сейчас время уйти. И даже до последнего он спасал людей. Вот это верующие люди. Вы скажете, верить без фанатизма, а как? Как любить без фанатизма, как любить без страсти? Да это не получится. Ты либо-либо. Да, да, нет, нет. И этот человек, который на обломке плавал на воде, он говорит, я видел, что плыл человек, в воде находился. И он кричал, твоя душа спасена. И он говорит, нет. И тогда он ушел под воду, его волна скрыла. Потом вдруг он опять всплыл. Видно, раз, всплыл. Спросил еще раз, твоя душа спасена. Он говорит, нет. Он тогда сказал, веруй в Господа Иисуса Христа, и будешь спасен. И он говорит, вот тогда он уже полностью исчез, утонул. Он говорит, я очевидец. Я очевидец. И многие люди на корабле, они потом рассказывали. Мы, верующие, призваны к этому. Мы призваны спасать людей. Почему? Потому что их будущее как бы сокрыто от них, но открыто Слове Божьем. И мы, как зрелые верующие, мы понимаем, что происходит в мире. А они не понимают, потому что тьма объяла их. Написано, Бог века всего ослепил умы их. Представьте, человек ослеплен, он ничего не видит. Он ничего не понимает. Ему вспышку как дали несколько тысяч в ад. И все, и он, дьявол, ослепил умы людей. Они не могут даже подумать об этом. Если они задумываются, они дальше не продвигаются в мыслях, что надо покаяться, надо примириться с Богом, надо наладить отношения, нужно жить, стиль жизни нужно поменять. Нету этого. И теперь дальше буду говорить к тем, которые неправильно живут. На небеса и в ад по ошибке не попадают. Если тут человек туда попал, то это значит, всю свою жизнь он туда стремился. Разве не глупо это? Я иногда смотрю на людей, я знаю, что они лучше меня живут. Они умнее меня. Они говорят, у них дикция лучше, у них образование лучше, у них все лучше, может, характер лучше. И просто я не могу понять, почему они идут в ад. Почему? Ты видишь его жизнь, ты знаешь, где она закончится. Я не Бог, я не судья. Если не произойдет перемены, она так и закончится в аду. Это известно. Перемена – это покаяние, это большая перемена. Вот тогда да. И вот человек живет жизнь, вроде бы хорошо живет, умирает, оказывается, в аду. Вопрос – зачем жить тогда? Зачем ты живешь, если ты пойдешь в ад? Пусть этот вопрос тебя мучает и не дает тебе спать даже, пока ты не решишь эту задачу в своей жизни. Это главная задача твоей жизни. Не наладить свою жизнь, найти супруга, супругу денег заработать, получить образование, детей родить, вырастить. Не это главное. Главное, где ты будешь проводить вечность. Вот это главное. Представь, ты умер и попал в ад. И ты тогда осознаешь. А зачем я жил на земле? Зачем? Зачем я с утра вставал, бежал, уставал, переживал стрессы изо дня в день, и теперь выщу и ад? Что за бред? Зачем такая жизнь? Так вот она радостная новость. Почему Иисус и родился? Чтобы ты туда не шел, а шел на небеса. Там приготовлен пир. И тебя туда зовут. Я зову тебя. Виктор Курников. Бог через меня зовет вас. Идите на небеса. И будьте с Богом. Тогда не произойдет этого абсурда. Но вы должны осознанно это сделать. Вы должны выбрать это осознанно. Да, я выбираю Христа. Значит, я выбираю стиль жизни. Христианина. А не так, что я выбираю спасение. О, что надо повторить? Какое магическое заклинание? Какое надо повторить? А, Иисус выйдет в мое сердце. Да? Нет, помолиться надо. Но и жизнь должна измениться. А не так, что помолился, все произнес. О, все. Слава Богу. Я отел на небеса. Нет. Как ты живешь, говорит о том, идешь ты туда или нет. И это видно со стороны. А теперь заранее давайте себя представим там или там. На небе или в аду. Давайте себя представим. Почему бы нет? О, нет. О, нет. Только не это. Я не хочу думать об этом. В смысле? Ты идешь на экзамен, даже не хочешь подготовиться, не хочешь просмотреть материал. Тебя ждет впереди экзамен. Подготовься. Это возможно? Это не то, что невозможно. Это возможно. Давайте представимся там или там. Давайте убедимся, что наш выбор сделан правильно. То, как я живу, это правильно. Это Божья воля. Это то, как Бог хочет, чтобы я жил. Давайте убедимся в том, что, как я живу, Бог этого хочет, чтобы я так жил. У тебя будет свобода. Когда ты живешь в воле Божьей, у тебя нету стрессов. За будущее. Что же со мной будет? Я всем помогал. А себя погубил. У тебя не будет этих стрессов. Почему? Ты живешь по воле Божьей. А когда ты живешь по воле Божьей, то сделаешь то, что тебе Бог говорит через Писание. У тебя мир. У тебя радость. У тебя счастье. Ты даже какую-то негативную информацию воспринимаешь, как ускорение к жизни вечной. Болезни, болезни, болезни. И тебя там пугают. Голод будет. Слава Богу, быстрее в Богу пойду. Что плохого? Меня что, напугали, что ли? Меня не напугали. У меня по-другому работает мышление. Все, что ускорит мой уход, слава Богу, в Божье время. Не в дьявольское время, когда он хочет убить человека, а когда Бог хочет забрать его. Только сейчас мы выбираем будущее. Только сейчас. Послушай, не вечером ты будешь выбирать будущее свое. Не завтра, не через месяц. Сейчас. Сейчас ты делаешь выбор. Если ты внутри себя говоришь, ах, я пока это отложу, то знай, ты уже проиграл. Это откладывать нельзя. Вопрос своего будущего откладывать нельзя. И если ты слышишь, что тебе нужно поменять стиль жизни, и тебе нужно жить так, что ты действительно идешь на небеса. Многие верующие как бы знают, да, я умру, я пойду на небеса. А как ты живешь? Говорит, что ты туда не идешь. Многие живут сегодня так, будто будут жить вечно на земле. Земля – это временное место. Такое же временное, как и утроба матери, где был каждый из нас. Каждый из нас сидел в утробе матери, такой кожаный, такие сидели и думали, мы здесь навечно. Раз мы куда-то вылезли в другую жизнь. Хоба, о, наверное, теперь здесь буду жить вечно. А тебе говорят, нет, здесь ты получил сознание, здесь ты получил волю, там ты ее внутри не имел. Здесь ты сам выберешь. Там как бы ты ничего особо не выбирал. Но, родясь на земле, ты сам выберешь. Какому Богу служить? Какого Бога любить? Где в вечность проводить? Это выбирает теперь каждый из нас. И слава Богу, что у нас есть свобода выбора. Так что живи так, живи так, что сегодня тебе надо будет предстать пред Богом. Уже все. Оставить тело, оставить всю свою работу. Живи так, чтобы тебя ничто не держало. Это не означает, что наплюй на все, будь безответственным. Все. Просто лежи на диване. Нет. Просто будь свободным. Будь свободным. Когда тебя Бог позовет, тогда ты и должен идти. Он знает, как они живут. Он знает так же, что если они не изменятся, то попадут туда же, где и он. Он знает это. И он просит Авраама. Он сто процентов уверен. Он уверен в своих братьях, что они претенденты на ад. И пытаются что-то сделать. Послушайте, мы как верующие, давайте тоже пытаться что-то сделать в жизни нашего окружения. Поэтому я сейчас попаду в Фейсбук. Мне никакой выгоды с этого нет. Мне известность не нужна никакая. Лайки, шмайки, балалайки. Поставьте их кому-нибудь другому. Собачкам, кошечкам. Я проповедую, чтобы вас отрезвить. Чтобы Бог мог получить то, за что Он заплатил. Представьте, Он на кресте платил кровь. Чтобы все грешники, которые были на тот момент и которые родятся, были омыты Его кровью. И вы взяли пошлеват. Зачем? А Его кровь? Она для чего нужна тогда? Как Ему жалко. Вам-то больно. А Ему как жалко. Он оставил славу небес. Пришел, умер, воскрес, чтобы дать вам жизнь. Вы говорите, не надо мне это. Не учите меня жить. Я сам знаю, как мне жить. Твой выбор. Я говорю, и в аду, и в раю. Это люди сделали выбор. Четкий, сознательный выбор. Не звучит ли это кому-то сегодня? Не звучит ли это слово кому-то сегодня? Друзья. Может, ты сегодня живешь как эти братья? Или как этот богач? Для тебя приоритеты другие. Даже не сам факт, что ты весь брендовый. Может быть, не все брендовые. А сам факт, что ты хочешь иметь вот это. Твое желание в сердце, если бы у тебя были бы деньги, ты бы их потратил вот на все брендовое. Ты бы потратил на одежду, на удовольствие. Потратил бы на себя, чтобы тебе из лучшего быть еще лучше. У многих нет брендовой одежды, просто у них денег нет. Дай им деньги. Увидишь, что у них были, какие желания были внутри. Жаль, что он так поздно осознал неправильность, неправильный стиль своей жизни. Жаль, жаль. Те, которые слышали и отказались. Сам Иисус говорит. Я хотел вас собрать, как птенца птенцов. Под крылья свои, чтобы вы были в безопасности. Но вы не захотели. Вы не захотели. Может быть, тебе стоит сегодня просто притормозить своей жизнью. Остановиться и переосмыслить. А вдруг это правда? А вдруг оно все вот так именно и есть? Может быть, не зря он так орет, кричит. И такие приводят доводы. Может быть, это так и есть? Если вас Бог касается, вам нужно склонить свои колени и помолиться. Вам нужно покаяться. Покаяние – это перемена. Если вы хотите быть с Богом, то вам нужно покаяться. Вам нужно попросить прощения за все свои грехи. Да, вы не знаете Бога. Он вас знает. Он вас зовет. Сделайте всего лишь первый шаг. Вам не надо знать все о христианстве, всю Библию, для того, чтобы прийти к Богу. Вам нужно просто прийти к Богу со всеми вашими грехами, со всеми вашими похотями, со всей грязью. Чтобы Он вас просил, очистил, омыл и изменил. Давайте мы поднимемся.